Сейчас 30-й дом по улице Совхозный в Богослову выглядит вот так. Половина здания снесена, рядом два новеньких коттеджа. Ещё 4 года назад картина была иной. Под одной крышей проживало две семьи, а само здание было в два раза больше. В 2015-м соседи решили отделиться и снесли часть сооружения. Там же выстроили новое жильё. И тут с почтовым адресом старого дома стали происходить настоящие чудеса, говорит Татьяна Макарова. Сначала из поселковой администрации собственнице пришло письмо с просьбой сменить адрес проживания. Вместо дома номер 30 указать номер 30Б. Женщина отказалась, местные власти не настаивали. Правда, затем пенсионерка пошла оформлять документы на землю в Росреестре и с удивлением обнаружила, что живёт она вообще по другому адресу в доме номер 23. Ту же цифру пишут и налоговики, присылая ей соответствующие уведомления. Так где же живёт женщина? У меня сейчас адрес дом 30, квартира 1. А по государственному реестру 23, квартира 2. Моего дома нет. Вот основной моего дома нет, считай. У Росреестра? Да. У администрации ваш дом есть, а у Росреестра вашего дома нет? Да. Бардак и с квитанциями, говорит Татьяна Макарова. Собственников у земли и дома два человека. Она и дочь. Вот только зарегистрирована по адресу дом номер 30 только пенсионерка. Дочь выписалась ещё в 2015 году. Тем не менее, по некоторым строчкам в платёжке, женщина продолжает платить за двоих. По мусору я плачу за два человека. А зарегистрировано тоже два человека. Хотя за газ один человек, за свет один, а вот по воде два человека. И по мусору два. И по мусору два. В мусоровозящей компании готовы изменить свои требования гражданке Макаровой. Главное, чтобы она документы в организацию предоставила и заявление соответствующее написала. Если у неё в 2015 году, значит, дочь выписалась с этого адреса, она должна была написать заявление, сообщить об этом, ну, в том числе нам. Организация, оказывающая услугу по вывозу отходов. Если такое заявление было, на основании этого заявления представленных документов, подтверждающих, этого человека бы исключили. А если она не... мы как можем узнать об этом? А вот с адресом вопрос так просто не решить. Кто здесь недоработал? Поселковая власть или Росреестр ошибся? Сначала идём в администрацию Новоалександровского сельского поселения. Главы администрации на месте не оказалось. А её заместитель Светлана Аханова от нас убежала. Убежала в прямом смысле слова и закрылась в соседнем кабинете. Вот так и чиновник. Вы должны основать лицо, правильно я понимаю? Нужно основать. Ну. Комментарии давать обязаны, правильно? Ну куда ж вы пошли-то? Почему? Уважаемый заместитель. Что ж вы от нас бегаете-то, а? Нет, нет. Я смотрю в человек. Нет, почему вы убегаете? Почему? Вы что, не можете ответить на вопрос? Вы даже не знаете о чём? Может, это ваша компетенция? Можешь сначала переговорить с головой, а потом уже приезжать. То есть за закрытой дверью вы считаете нормально разговаривать? Стоит отметить, что позже Светлана Аханова за своё поведение извинилась. А глава администрации Елена Кашина по вопросу почтового адреса нашей героини сообщила, что постановление о том, что женщина проживает именно в 30-м доме, она подписывала ещё в декабре 2017 года. Такую же бумагу оформляли на соседей, только за построенными коттеджами закрепили адреса 30А и 30Б. По соседям из Росреестра подтверждение пришло, а вот по гражданке Макаровой не нашли. А почему 351-го нам уведомление Росреестра прислало о том, что они изменили тому собственнику адрес? А почему они нам тогда не прислали уведомление по этому адресу? Вы знаете, вот мы сейчас тогда повторно направим в Росреест. Поселковая администрация уверяет, что ещё в прошлом году направили необходимые документы в Росреестр. Почему же в базы данных госструктуры не внесли соответствующие изменения? В региональном Росреестре на наш официальный запрос пока так и не ответили. Неужели у госслужащих снова ошибочка вышла? Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал.